Привет, YouTube! Рада вас видеть на своем канале. Это вторая часть видео «Косметичка новичка». Первая, появится ссылочка, приходите, смотрите. Это большой выпуск про тени. Пишите в комментариях, красть ли вы тенями, либо вы считаете, что это слишком сложно, и вообще, какие ваши любимые тени. Будет очень интересно почитать обратную связь. Кто еще не подписался, как всегда, подписывайтесь, ставьте лайки, и если видео было полезным, не забудьте поделиться с подружкой. Я не буду вас томить, мы сейчас сразу перейдем к теням. Список всех продуктов, как всегда, будет в инфобоксе под этим видео, а также там будет промо-код на скидку 20% для жителей Украины. И поехали! Все тени мы будем делить на кремовые и сухие. Вне зависимости от того, какая у нас текстура теней, абсолютно любые тени бывают матовые, сатиновые, с крупным шиммером и прям с паркой, такие супер крупные блесточки. Это вам рассказываю просто для того, чтобы в дальнейшем уже не возвращаться к этому моменту. Кремовые тени для стойкости мы в большинстве случаев будем фиксировать сухими тенями. Самые стойкие тени у нас представлены вот в такой упаковке. Всегда, кстати, обращайте внимание на упаковку. Если там минимальный доступ воздуха, то, скорее всего, перед вами невероятно устойчивый продукт. Также есть тени вот в баночках, кремовые тени в баночках. У них уже средняя степень стойкости. В большинстве случаев такие тени нужно закрепить сухими тенями, потому что они скатаются у вас в течение дня. Мои любимые базовые оттенки – это, конечно же, тени от Beauty Drugs в оттенке 03. Неоднократно она уже не мелькала. Это очень стойкая кремовая тень, красивый оттенок, который подходит абсолютно любому цвету глаз. Тени, которые можно закрепить абсолютно любой сухой текстурой. Они очень стойкие, их нужно успевать растушевать. Лайфхак, если так получилось, что во время тушевки, ну, что-то у вас пошло не так, когда вы работаете кремовыми тенями, то подправить свои огрехи можно с помощью кисточки с консилером, либо с тоном. Она вам легко подправит кремовую тень. Я вам всегда рекомендую наносить кремовую тень на глазки не с помощью аппликатора, а через кисточку, потому что на аппликаторе очень много продукта, и вам в дальнейшем будет его, ну, тяжело растушевать. Другая кремовая тень, также моя самая любимая. Это кремовая тень номер 4 от марки Kailin серия Metallic. Невероятно красивый, уже с первом утром цвет, тоже розово-бежевый, но в этом цвете больше розового цвета. Красиво подчеркивает любой цвет глаз. Если вы любите макияжи в более базовых оттенках, натуральных, то однозначно вам рекомендую посмотреть сторону этих теней. Кстати, любую кремовую тень можно смешивать между собой, и вы получите красивый, уникальный оттенок. Особая категория кремовых теней, это кремовые тени вот в таких стиках-карандашах, в данном случае у меня от Cargo. Девочки говорят, это тени для ленивых. Здесь ты можешь просто растушевать даже пальчиком. Ты берешь, это карандаши на гелевой основе, соответственно, их нужно закрывать, потому что они высыхают. А ты берешь, выкручиваешь, прорисовала, пальчиком можно даже растушевать край, чтобы он не выглядел четким. Подождали, пока они подсохли, потом нанесли второй слой для того, чтобы усилить цвет, и вуаля, ты получаешь красивый макияж глаз. Кстати, я сейчас накрашена именно вот таким карандашом от Cargo в оттенке Moral Bay. Очень красивый, удобный, брать с собой удобный. Их представлено что-то в районе 12 оттенков, так что присмотритесь. Я очень люблю такие сложные, красивые цвета, когда ты просто одним движением, и все, ты уже красивенькая. Особенно утром, когда вы куда-то спешите, считаю, что макияж не должен занимать много времени, поэтому выбирайте вот такие многофункциональные, быстрые продукты, где производитель уже все продумал за вас. Я вам рассказываю про цвета, которые подойдут абсолютно любому цвету глаз. Подбирать уже какие-то себе сложные цвета, синий, зеленый, повторюсь, нужно только тогда, когда у вас уже есть базовые оттенки, потому что странные цвета нужно уметь втушевывать в кожу. А это нам как раз-таки помогают вот такие базовые оттеночки. Приходим к кремовым теням, которые у нас в таких баночках. И здесь моими фаворитами будут тени от Charlotte Tilbury, потому что это очень красивые цвета, их невероятно легко растушевывать. Они идеально подойдут для ежедневного макияжа. И я вам советую посмотреть на три цвета. Это Rose Gold, Jean и Beta. Это больше нейтральные оттенки, которые вы можете использовать как в дневном макияже, так и в вечернем макияже. На что я хочу, чтобы вы обратили внимание, если, например, у вас нет этих марок, они не продаются, смело тестируйте цвет на руке и обращайте внимание, через сколько цвет застывает. Чем они быстрее застывают, тем, соответственно, они будут более устойчивыми. Если же тени спустя какое-то время, да, вы походили, а все равно можно продолжать на ручке, вот когда вы трете и они у вас отпечатываются, да, то это говорит о том, что перед вами тени не суперустойчивые, и вам нужно обязательно для стойкости фиксировать их сухими тенями. Переходим к сухим теням. Я бы вам рекомендовала две мои самые любимые палетки. Это палетки от Тарта, это похолоднее, это потеплее, будут сейчас его свочи для вас. Шикарнейшие палетки. Если вы никогда не пользовались сухими тенями, но вы хотите научиться делать красивые, такие плавные растушевки, то это моя однозначно для вас рекомендация. Люблю эти палетки за то, что они, во-первых, небольшие, их удобно брать с собой. Здесь нет 100-500 теней. И в большинстве случаев здесь, посмотрите, уже все за вас продумано. Здесь вот такой градиент оттеночков. Здесь также есть натуральные оттенки. И все достаточно просто, понятно вам, как с одного цвета получить красивую мягкую растушевку. Это палетка с матовыми холодными оттенками. И вторая уже более потеплее. И я как раз-таки безумно рада тому, что они разделены. Мне, как, например, мастеру, это очень удобно. Красивые цвета. Здесь текстура пудровая. Конечно, вам будет очень легко ими растушевывать. Еще они очень вкусно пахнут шоколадом. Также для стойкости таких сухих теней я бы вам рекомендовала их наносить обязательно на какую-то кремовую основу. Если же вы хотите собрать свою палетку базовых теней, то я вам рекомендую обратить внимание на тени марки Pro-UG. Это делает Украина. Они также продаются и в других странах. Обратите внимание на сайте, где у них представительство. Не совсем базовые оттенки уже, но у них очень широкая палитра теней. У них тени просто невероятно крутого качества. Продаются в таких рефилах, которые вы потом вставляете в палетку. Если же у вас нет теней Pro-UG, куда же вам бежать? Однозначно Анастасия Беверли Хиллз палетка Ренессанс. Просто шикарнейшая, на мой взгляд. Она у меня тоже была, но я ее продала, потому что у меня, как оказалось, очень много похожих оттенков. Я подумала, ну зачем мне еще 125-я палетка с похожими цветами. Из люкса мои две любимые. Это Tom Ford New Deep 03 и 04 Honey Moon. Одна потеплее, одна похолоднее. Палетка Honey Moon тоже, как по мне, здесь достаточно красивые базовые оттенки. Пусть вас не пугают эти два цвета, они на глазах очень красиво и благородно смотрятся. Три Нью Дип, это более спокойные также оттенки. Идеально на каждый день. Варить теней это будет Шарлотта Тилбери. Был на нее обзор совсем недавно. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. Я надеюсь, что я вам хоть чуть-чуть помогла разобраться с тенями. Желаю вам классных тушевок. Как всегда, на все ваши вопросы я отвечаю в комментариях. И до новых встреч. Пока.